Привет всем, это канал Готовить Просто, и я Ольга Матвей. Сегодня у нас такое меню на неделю на семью из трех человек, мама, папа и ребенок. Такие видео, как оказалось на моем канале, набирают обороты, и вы мне все пишите, Оля, еще можно меню, чтобы не думать, что покупать, что готовить всю неделю. Сегодня я подготовила такое меню для семьи, которое все время на работе. То есть зачастую мама, папа на работе, завтракают и ужинают только дома без обеда, а ребенок со школы приходит, ему надо что-то съесть. Ну и в течение недели кто-то нагрянет в гости, тоже, чтобы что-то было поставить на стол. Как закупить продукты один раз в неделю, в течение недели ничего не выготавливать, заготовить все в один день, как это все сделать. В общем, я постаралась, думаю, что вам понравится. Начинаем! Для вашего удобства под видео есть список продуктов. Ну и на видео он есть, и под видео напечатанный. Вы можете сохранить, скопировать, распечатать и пойти в магазин с этим списком. Все купить, вам хватит на всю неделю, даже если вы не будете готовить то, что я предлагаю, а вот захотите готовить что-то свое. Значит, начнем с того, что в субботу, я планировала, что в субботу мы делаем закупку. Итак, в субботу мы идем в магазин, все покупаем, все подготавливаем и в течение недели уже ничего не готовим. Начнем с завтраков. Значит, я купила литр молока, литр кефира. Кефир нам понадобится через неделю, в субботу, аж всю неделю будет стоять кефир. Это хорошо, когда кефир такой, знаете, не совсем свежий, мы будем делать оладушки на выходные. Значит, из литра молока мы будем делать блины, творог на завтрак вместе со спинтаной, и его можно чередовать вместе с овсянкой. Яйца, ну, яйца, естественно, на блины, и как вариант, если вы готовите овсянку с утра, то я предлагаю овсянку с утра совмещать вместе с вареным или жареным яйцом, плюс, например, сосиска. Это очень вкусно, их можно приготовить дома, но можно купить, у кого нет времени на это все. Значит, обязательно две пачки масла, потому что что-то пойдет в овсянку, кто-то любит овсянку с маслом, что-то пойдет в блины, в картофель, ну, в общем, масло обязательно две пачечки. Значит, творог и сметана, и, естественно, я купила фрукты. Сейчас по сезону вот такие у нас клубника, черешня, абрикосы. Я покажу, как сделать заготовку, такой, знаете, вкусный десерт из клубники, чтобы мама каждое утро не делала ничего к творогу или к овсянке, и дитё открыло, быстро себе сделала завтрак и поела. Это очень вкусно. Значит, сыр и колбаска. Сыр я уже взяла нарезной, так удобней, ты его так дома не порежешь, тонко, как в магазине. А вот колбасу я буду резать, покажу, как укладываю в судочки. Это очень удобно, и чтобы мама каждое утро не делала никому бутерброды. Всё порезано. Открыл судочек, дитё себе сделала бутерброд, поела или взяла в школу. Это очень удобно, маме не надо париться. Итак, всё на бутерброды готово. И на завтраке, и дитю в школу, и даже можно себе на работу. Теперь делаем вкусную такую, как десерт-заправку для блинчиков, для творога на завтрак и овсянки. Отправляем сюда ложку или две сахара. Значит, если клубника кисловатое, добавьте больше. Таким образом я, кстати, морожу клубнику на зиму. У меня есть видео на канале, посмотрите. Вот хочу показать, я делала вчера буквально, закупала клубнику, видите, вот сейчас она должна ещё дозаморозиться в холодильнике. Я наливаю вот в такие пол-литровые пластиковые стаканчики, накрываю вот так вот пакетиком, ставлю вот так стоя, пока оно не замёрзнет, а потом один на один перекладываю. Можно ещё наклеечки сделать и подписать, что где. Значит, перебиваю блендером и ещё некоторые режу вот так вот кусочками, тоже очень вкусно. Часть недели мы будем есть творог со сметаной, плюс вкусная заправка, плюс бутерброды. Другую часть недели овсянка, плюс заправка, плюс жареные или варёные яйца, плюс сосиска. Ну, в общем, ещё у нас огурчики, помидорчики, зелень на завтрак и дитё ещё может взять в школу с собой бутерброды. И с гарниром на всю неделю я сегодня буду готовить рис со шпинатом. Кто не любит шпинат, можно просто отварить рис, туда идёт шпинат, сливочное масло, лучок, очень вкусно. Я готовлю заранее, и он хранится в судочке, его можно есть. Значит, ещё как вариант у нас будет картофель, можно отварить, он молоденький, это вкусно. И в духовке я буду делать овощи, я их тоже готовлю заранее, в течение недели мама их может не готовить. Дитё пришло со школы, разогрело себе рис, разогрело себе овощи и поела. Пока я буду готовить рис со шпинатом и овощи, быстренько, за секунду это увидите на видео. Ну, а все подробные рецепты есть под видео, ссылки переходите, посмотрите. Пока готовится рис, запечём овощи. Значит, это очень вкусный вариант запечённых овощей, можно использовать любые овощи. Значит, у меня есть другой канал, я дам ссылку, там, где я готовлю эти овощи, под видео, обязательно посмотрите. Из основных блюд мы сделаем отбивные, часть замаринуем и уберём в холодильник, и будем дожаривать в течение недели, а часть пожарим сейчас. Курица одна, мы её разделаем. Мы отделим только куриную грудку и будем делать, варить из них супчик с фрикадельками. Остальную курицу замаринуем и заморозим, потом можно будет приготовить в духовке в течение недели. И из мяса я сделаю фарш, чтобы можно было взять или котлеты, или тефтели, по вашему желанию. Все рецепты отбивных, котлетки, возможно, вы хотите сделать или тефтели, и как замариновать вкусно курицу без косточек. Ну, я делала на видео только бёдрышки, но можно все части курицы делать. Есть на моём канале под видео все ссылки. Ну, естественно, и суп с фрикадельками. Посмотрите, что я подготовила. Разделанную курицу я замариновываю. Её мы заморозим и будем использовать к концу недели. Я сейчас расскажу, что и когда я тут напланировала. Посмотрите, вот это отбивные. Часть из них я пожарю, часть оставлю пожарить позже. Хотя можно сразу все пожарить, чтобы в течение трех дней этого не делать. Здесь у меня будут котлетки. Вот, все готово на котлетке. Этот фарш я заморожу, и потом мы сделаем котлет. Сейчас расскажу, что и когда. Это фрикадельки. Ой, это фрикадельки. У нас будет суп с фрикадельками. Итак, отбивные. Суббота, воскресенье, понедельник мы едим отбивные. Значит, потом размораживаем курицу, перед тем, как уходить на работу, вынимаем лоток из холодильника. Она размораживается. И вторник, среду, четверг мы едим курочку. Ну, естественно, суп с фрикадельками варим и едим всю недельку. И на пятницу и на субботу у нас котлеты. Хотя у нас есть рис, поэтому вы можете сделать и фрикадельки. Все едят по-разному. Кто-то больше, кто-то меньше. В каждой семье немножко будет отличаться количество продуктов, возможно. Если вам чуть-чуть многовато, например, мясного, вы можете отказаться от котлет, предположим. Но, как по мне, на маму, папу, детей, одного ребенка или двух детей этого вполне достаточно. Из сладкого мы будем делать торт без выпечки. Нам понадобится любое галетное печенье или крекер, пару ложек вареной сгущенки, можно любой шоколадной пастой, предположим. Стакан сливок 33% кокосовая стружка, стакан молока, ну, естественно, пару ложек муки. Рецепт найдете под видео по ссылке. Это очень вкусный торт. Он делается без выпечки, очень быстро и просто. Еще на выходных у нас остается литр кефира и мы будем делать оладушки. У нас называют торт Рафаэлла без выпечки. Рецепт ссылка под видео, обязательно попробуйте, приготовьте. Даже если не собираетесь готовить все это меню, обязательно торт сделайте, он очень-очень простой и вкусный. Со шпинатом готов. Посмотрите, как красиво выглядит. Очень вкусно, запах такой сливочный. Ну, в общем, все. Осталось мне приготовить только блинчики. Я напекла блинов, значит, половину я завернула с творогом, а наполовину, половину просто пожарила вот так. Сейчас покажу, как я складываю. И творог у нас остался на завтраке. Ну, в общем, мы все подготовили. Осталось только приготовить торт и сварить супчик с фрикадельками, но я думаю, что вы справитесь. Ну что, начинаем это все запаковывать по судочкам и в холодильник. Запаковывать мы все будем вот в такие боксы. Вот столько судочков мне предоставила компания «Народный продукт». Делают их у нас в Днепропетровске. Посмотрите, какое разнообразие калибров. В общем, каких угодно много. Даже есть вот такие, видите, мио-бит. Значит, делают это все у нас в Днепропетровске. Это все качественные материалы. Можно греть в микроволновке, замораживать. То есть, любой судочек можно поставить в морозилку. Это удобно. Все можно мыть в посудомойке. Значит, сейчас будем это все запаковывать и отправлять в холодильник. Значит, для всех моих подписчиков компания «Народный продукт» делает скидку 10%. Все ссылки на их сайты и контакты под видео. Переходите, посмотрите. Промокод ОЛЬГАМАТВЕЙДЕСЯТЬ. Начнем с упаковки завтраков. Значит, маме ничего больше резать не надо. Вот так вот все упаковано. И каждый себе достал, и дети сделали в школу бутерброды и на завтрак. Все судочки не впитывают запахи. Это очень хорошо, потому что иногда бывает, что потом, например, все пахнет рыбой, предположим. Значит, вот такие вот блинчики просто без ничего. Я складываю конвертом. Вот так вот, треугольничком. Во-первых, удобно их потом разогревать на сковородке в микроволновке и потом поливаешь любым топпингом. Клубничный топпинг, который мы готовили. Все вот себе берут с утра, и маме не надо думать, чем они там будут есть блинчики, кроме сметаны. Очень удобные вот эти судочки. Я прямо сейчас, мне очень понравились. Можно брать с собой обед. Все это, кстати, можно брать с собой обед и не покупать обед где-то на работе, а брать из дома. Теперь курицу, которую мы замариновали, мы отправим в морозильную камеру. Она должна замариноваться. И, предположим, во вторник или в среду мы будем уходить на работу, и мама выложит курицу, чтобы потом вечером ее приготовить в духовке или пожарить, уже как кто захочет. Перед тем, как убирать в морозилку, пусть постоит час-два на столе, чтобы замариновалось. Напоминаю, что я часть пожарила, потому что я люблю, когда, допустим, они не лежат, допустим, два-три дня. У меня их съедают, пока они горячие. Поэтому вторую часть я пожарю чуть позже. Но вы можете сразу все пожарить, чтобы не занимать время в течение недели. Фарш на котлетки убираем тоже в морозилку и размораживаем с утра до вечера будет разморожено. Ну и фарш на фрикадельки на супчик. Приготовленные овощи убираем тоже в боксы. Значит, овощи можно приготовить сразу на всю неделю. Можно готовить партиями. Смотрите сами, как вам удобней. Овощи и фрукты моем перед подачей. Ставим в холодильник. Все отправили в холодильник. Ну, в общем, мечта любой хозяйки. Холодильник забит едой, все в судочках, все хорошо, герметично, вкусно. Ну, в общем, вот так у нас сегодня получилось. Еда на неделю готова. Надеюсь, это видео было вам полезно. Распечатайте список продуктов, идите закупайтесь на неделю. Пусть вам всегда будет вкусно. Спасибо, что сегодня были со мной. И пока.